приветствую всех чеканутых и долбанутых на теме влажного классического бритья таких же как и я братцы здравствуйте сегодня получил посылку из китая от компании диас косметик сегодня же я попытаюсь открыть эту посылку в реальном времени без всяких стопов без монтированных видео потому как многие говорят открывай при нас потому что мы хотим видеть от и до в частности в частности паша танк меня сильно критикуют говорит купи ножики нормальные для распаковки а то ты все время за кадром открываешь зубами ногтями ломаешь коробки так что вот тебе паша раз вот те паша 22 попугая прилетели из китая наверняка оттуда же откуда и пришла эта посылка и не откладывая в долгий ящик попробуем ее распаковать премьера практические как это делают великие знаменитые блогеры ух неплохо режет как-то очень ловко это делают а у меня не знаю получится или нет а также на что видно было еще чтобы не тряслось вот тут целая наука не просто так вам валенки на печке понимаете ли хоп о извините дернули камеру какой тут волос а это наверно от помазка ворс от помазка вот в общем то все открываем вот что мы получаем 1 до вас и 3 вот такие у нас только надо все по порядку чтобы все было красиво они так понимаете ли кое-как вот знаете почему не люблю открывать в прямом включении ну фигурально выражаясь конечно это не прямой эфир но так вот здесь сейчас потому что летит вот эта шелуха вся вот этот ну такая пыль от вот от этого картонки от таких упаковочных средств и поэтому меня не слегка выбешивает потому что мне нравится чтобы все было красиво и чисто но тем не менее что имеем то и получаем да вот пришли вот такие помазки сейчас мы с вами по очереди будем их рассматривать и взвешивать в общем то чтобы не затягивайте видео как любят говорить блогеры по вид шевингу и не только первым номером у нас идет ох ты это я понял что это я уже понял это синтетический ворс скорее всего 30 миллиметров обычно ну как обычно иногда указывается цифровая нумерация вот что мне радует то что как бы мелочь посмотреть вот я сколько раз уже обращал на это внимание ну вроде как бы чтобы узел не разлетался я думаю что он и так конечно не разлетится и особенно если вот чуть повыше вот так вот натянуть да он вроде как защищает посмотрите да но все равно вот в этом есть никуда он конечно не денется но все равно вот такая вот небольшая сетка придает бандитского форса как говорит один несознательный вид шевер из рязани да конечно это наверняка 30 сейчас посмотрим что у нас здесь нет здесь нумерации нет но я просто уже чую что это 30 миллиметр очень очень большой плотный узел сейчас мы с вами посмотрим по набивке ухты как плотно набит что-то я удивился у диасов точнее у диас косметик такого не встречал у них тоже плотные набиты но чтобы вот так вот сейчас еще раз посмотрите прям крупно крупно постараюсь сделать медленно посмотрите вообще некуда не ставить ни спичку не иголку не все остальное ручка сделано под мрамор такой белый ручка тяжелее чем обычная вот есть у меня зеленый такой вот помазок желтые я не виду по ручке а это вот прям гораздо тяжелее сейчас хочу просто ее взвесить и посмотреть что это у нас получится ну радует меня конечно вот эти златые золотое тиснение золотые буквы они опять-таки придают такого шарма такого лоска изысканности если хотите приятная приятная на ощупь ручка как я люблю глянцевая тяжелая мраморная понятно что это синтетическая смола но очень похоже на мрамор так и сейчас мы с вами ее взвесим ее кого ее его помазок ее ручку да так будет видно не будет и мы получаем с вами 89,8 грамма я думаю что будет видно так вот поближе вот видите 89 и 8 я почему это делаю я сам люблю посмотреть сколько все это весит и сам люблю взвешивайте чтобы ну как вам сказать чтобы было понятно потому что не все компании делают акцент на этом некоторые пишут некоторые не пишут некоторые пишут да не точно и поэтому я взвешиваю специально заказал опять-таки у китайцев такие весы и считаю ох ты и считаю что это нужно делать а вот такой похожий помазок у меня уже есть одесс косметиков но там была синтетика а здесь я это барсук братцы это барсук барсук площадочный ведь площадка как сделано я предполагаю что это было задумано для взбивания на лице но понимаете да что вот такая вот фишка хотя это все спорно все это обсуждается кому как удобно но в таком случае тогда я задаю вопрос зачем тогда делать такую большую барберскую ручку но ручки уже всем знакомые до видели уже на сайтах и синтетики это то есть те помазки которые синтетики от дес косметик нумерации не прописано но я полагаю что 24 то точно здесь есть еще не смотрел только открываю посылку посмотрим по набивке барсучка ох ты он ведь счет вылетел такой технический мусор тоже практически посмотрите никаких прогалов никаких проплешин если можно так сказать многие там найти через раз компании грешат ну особенно вот если из китая то здесь нет тут все узел плотный узел набитый хорошо ручка но на мой как бы вот на мои ощущения она такая средняя по весу не такая вот здоровенная но очень удобная я кстати говоря когда получал первую посылку синтетическим ворсом помазок было такого плана я думал что вот здесь этот переход очень будет неудобен но вот потому что есть большое утолщение здесь как-то тут тонкая а когда взял и начал работать вот на обзоре да вот при бритье очень удобно причем не вот так вот так брать как ручку многие делают а барбарский хват вообще вот такой вот как-то они вот так вот делают помазок а именно вот таким нашим стандартным привычным вот так очень удобно переходить ли вот так как ручку держать ну не знаю у кого как получается кому-то удобно так кому-то это мне удобно вот так вот здесь очень здорово и хорошо что длинная ручка меня всегда радует очень потому как пена особенно у помазков из барсука она вот постепенно так опускается идет дальше синтетика этим меньше грешит у синтетики нет такой отдачи вот по ручке помазка ну еще раз посмотрим еще раз посмотрим набивку все вроде все отлично надеюсь скором будущем мы попробуем это все на обзоре и переходим сразу к следующему помазку а куда его дел а вот здесь он меня вот упаковка приятная глянцевая но только и немножко надо почистить потому что видите тут такая немножечко пыль пыль наверно так пластика вот этот упаковки и здесь что у нас а вот здесь у нас у нас ну на мой взгляд более такая пошла тяжелая артиллерия если можно так выразиться опять это вот сетка как у геши козлодоева помните да в бриллиантовой руке и вот такое чудо предстает перед нашими взорами я тоже полагаю что это не больше двадцати четырех миллиметров ну братцы посмотрите это это просто классика это белое на черном это всегда красиво всегда элегантно по джентльменски если хотите очень красиво ну на мой взгляд опять таки потому что вы всех знаете как сейчас модно выражаться эти фломастеры цвета радуги и так далее но мне вот почему-то такая классика больше всего нравится иногда под настроение я понимаю да хочется что-то веселого весеннего летнего какие-нибудь красные зеленые яркие тона ну и посмотрим конечно же набивку набивка тоже густая тут уже никого не проведешь все крупным планом все здесь и сейчас и с другой стороны чтобы полная картина у нас с вами получилось посмотрите когда идет слабая набивку так вот не получается обычно так раз вот и про пролистывается и видно и вот эти вот небольшие вот прогалы здесь вот еще раз посмотрите никаких ничего нет ах да мы что-то помазок с вами извести вот молодец бегу впереди паровоза впереди планеты всей а надо иногда остановиться и почувствовать прекрасное так взвешиваем и что мы имеем 82,5 грамма 82,5 и конечно взвесим тот помазок который на мой взгляд более такой вот классический красивый опять-таки еще покажу ручка конечно и здесь мы имеем 90 грамм ровно я сейчас поближе подвину чтобы все были потому что некоторые пишут но мы там не видели ты наверное сказал там 90 там 100 или наоборот меньше все вот все верно ну вот вот братцы в общем то и все небольшое включение небольшой обзор с распаковкой сейчас мы сделаем так как нам нравится так как мы любим да паша я у тебя купил эту фразу так что могу сам собственно говорить и ни на кого не смотреть они не так наверное вот так вот давайте сделаем вот так красиво может быть после обзора с этими помазками будем решать брать или не брать но мне вот нравится практически все кто-то может сказать что вот этот вот такой как игрушечный я сначала тоже подумал игрушечный но вот как знаете раньше в советском союзе делали не пластика как и пластмассовые детские игрушки очень многие вот такие похожи но когда его взял в руки и почувствовал определенную прелесть вот то ретро ручка сделано под станки тех времен под станки двадцатого столетия в общем то вот так вот ну и ладно больше не буду затягивать а то сейчас из пустого в порожнее не будем с вами переливать братцы разберемся я думаю что на обзоре я думаю вы успели разглядеть все помазки помазки красивые помазки густо набитые будем проверять их в работе братцы брейтесь для души брейтесь от души и брейтесь с кайфом до новых встреч